привет дорогие друзья сегодня хочу для вас приготовить куриные бедрышки с вкуснейшим маринадом по одному из моих самых любимых рецептов нам понадобится куриное бедро я его предварительно разобрал от кости удалил со шкуркой целиком все полностью остается для нашего куриного окорочка понадобится зеленый лук перец чили острый специя для мяса и чеснок сухой нам надо нарезать лучок такими мелкими брусочками перец чили мы нарезаем такими крупными колечками немного вы балансируете для себя какой остроты вы желаете предварительно пробуйте перец потому что он может быть очень безумно очень острым нам понадобится такой небольшой кусочек имбиря но мы не будем его весь использовать нам понадобится буквально 2 грамма натертого имбиря французской горчицы грамм 7 а также 10 грамм лука зеленого и грамма 2 перца чили это я использую все это тщательно перемешиваем и отставляем в стороночку далее берем наши куриные окорочка разобранные нам понадобится еще ножичек для того чтобы подрезать мясо для того чтобы можно было его больше раскрыть берем сухой чеснок смесь перцев и конечно же соль также нам понадобится растительное масло буквально пару грамм для того чтобы можно было специи равномерно с солью разместить по мясу и добавляем наш наши мелко нарезанные перчик и лучах очень все легко и просто и заворачиваем это все таким вот рулетом один и второй отлично далее мы берем пергамент 2 пергамента в которые завернем эту курочку и предварительно ставим духовку разогреваться на 180 градусов цельсия берем первый пергамент ставим нашу курицу плотно и поджимаем и заворачиваем в острове пергамент прекрасно то же самое делаем со второй курицей перевязываем это все дело капроновой ниткой для того чтобы наша курица никуда не убежала и запускаем нашу курицу на 180 градусов на 40 минут для соуса мы будем использовать под нашу курочку мелко нарезанный перец чили имбирь мелко нарезанный перец болгарский красный крупно нарезанный соевый соус дижонская горчица мед и красное сухое вино нам понадобится 100 грамм красного сухого вина выпариваем спирт можно его поджечь я неоднократно вам показывал как поджигается спирт насытим аромат нашего замечательного красного вина болгарским перцем острым чили и имбирем дадим ему прокипеть хотя бы полторы минуты к этой курочке я буду использовать замечательный гарнир картофельное пюре я уже поставил вариться картошечку крупно нарезанным кубиком под соленой воде проварить наши овощи в вине добавляем одну столовую ложку меда джонской горчицы после дижонской горчицы добавляем соевый соус 50 грамм пока готовится наш соус уже приготовилась наша курочка курочку я снимаю по бокам ненужные остатки пергамента и ниток итак подытожим курочка у нас запекалась на температуру 180 градусов 40 минут пускай теперь курица отдохнет отдыхать и примерно пять минут для того чтобы она слегка сверху остыла потом мы ее нарежем а пока мы будем ее ждать мы доведем до готовности наш соус который томится перебиваем блендером наш соус делать я буду на огне добавим в чашу для взбивания помидор свежий и зеленый лук добавляем это все добавляем это все перебиваем это слегка блендером и добавим соус который мы сделали на огне сливаем с пюре полностью водичку перебиваем полностью пюре я считаю что самое вкуснейшее картофельное пюре с добавлением сливок я добавляю сливки 12% на такое количество картошки здесь 600 грамм картофеля я добавляю 100 грамм сливок остывшую курицу слегка остывшую курицу начинаем нарезать обратите внимание она в разрезе первое что мы подаем это винно-горчичный медовый соус делаем небольшую каплю вот как мы красиво выложили курицу соус подадим пюре в таком варианте как и наше блюдо я рекомендую вам попробовать мое приготовление куриного окорочка для любителей поострее это замечательное блюдо а кротофельное пюре балансирует остроту всех вкусов подписывайтесь на мой канал ставьте пальцы вверх всем пока пока пока